Всем привет! Меня зовут Яна и я обучаюсь на втором курсе специальности бизнес-администрирования на английском языке. Выбирать институт я начала уже ближе к 10-11 классу, и у меня какого-то четкого приоритета специальности не было, но я точно знала, что я хочу получить какое-то современное образование, которое мне будет нравиться, мне будет интересно, и сфера менеджмента как раз один из таких вариантов. И когда я выбирала конкретно факультет и институт, для меня было важно, чтобы все было таким современным, эстетичным, чтобы манера преподавания была тоже на более современном уровне. Я попала в точку со своим выбором, потому что я считаю, что для Беларуси это наилучший вариант бизнес-образования. За два курса мы изучали различные дисциплины. Первый курс это более такие базовые, это в какой-то части повтор со школьной программы, вроде истории белорусского языка. Но также мы проходим основу менеджмента и организационного поведения, что является моей любимой дисциплиной, особенно преподавательницей, которая нам рассказывала все с точки зрения практического опыта. Мы даже видели, куда мы можем стремиться. На специальности бизнес-администрирования мы берем акцент не только на менеджмент и само бизнес-администрирование, а также на такие дисциплины, как маркетинг и логистика. То есть мы более глобально смотрим на весь этот процесс, всю эту экосистему, которая может быть в современных организациях. Когда вы заканчиваете бизнес-администрирование, для вас открывается много различных возможностей, то есть не только экономист-менеджер, как будет написано у вас в дипломе. Также это специальность близка к бизнес-аналитике, к проект-менеджменту, возможно, каким-то образом к бренд-менеджменту. То есть много различных отраслей, и они все, мне кажется, имеют свою такую дозу креатива, что может быть многим интересно. Как я уже говорила раньше, при выборе места обучения мне важно было, чтобы место было эстетичным, и корпуса института бизнеса в этом плане мне очень импонируют, потому что я в них прям чувствую себя как домом, некомфортно, мне хорошо. И когда я только поступила, первое, что я сделала, это я записала кружочек всем своим друзьям и говорю, смотрите, как здесь у нас красиво, прям как в современных всяких бизнес-центрах. Весь материал преподается в формате презентации, и это очень, во-первых, помогает воспринятию, и, во-вторых, повторению. То есть у нас все на руках, все доступно, и, например, я во время лекции могу не записывать что-то, зато я буду внимательно слушать и смотреть презентацию, а уже дома при необходимости я открою эту же самую презентацию и все себе перепишу. Когда мы приходим в институт, мы изучаем новые различные дисциплины, они будут для вас новыми как на русском, так и на английском языке. Нет разницы, вы будете учить какой-то новый термин на русском языке, который будет для вас таким же незнакомым, либо вы будете его учить на английском. То есть объем информации, которую вы должны изучить, новую для вас, в принципе, одинаковый, и это не так страшно. И я не могу сказать то, что мой английский очень сильно улучшился за время обучения, потому что это во мне проблема уже, то, что я его так сильно не практиковала с точки зрения грамматики. Но с точки зрения разговора, речи, я уже абсолютно не боюсь разговаривать на английском, то есть я могу спокойно кому-то написать. Также на это повлияло то, что в наших группах есть иностранные студенты, с которыми тоже можно покоммуницировать и развить себе этот навык. И вот действительно, за что я хочу сказать спасибо обучению на английском, это то, что я перестала бояться разговаривать на английском.